Добрый вечер, в эфире информационная программа Ахбарат. Как мы уже сообщали, накануне начался официальный визит президента Республики Узбекистана Ислама Каримова в Италию. Второй день пребывания президента Республики Узбекистана Ислама Каримова начался со встречи с президентом Итальянской Республики Карло Адзелио Чампи. До этого состоялась официальная церемония встречи высокопоставленного гостя из Узбекистана в резиденции президента Итальянской Республики дворце Кверинали. На встрече Ислама Каримова и Карлу Чампи с участием членов официальных делегаций речь шла о нынешнем состоянии и перспективах отношений между двумя странами. Затем делегация нашей страны направилась в Ватикан. Здесь состоялась встреча Ислама Каримова с Папой Римским Иоанном Павлом II. Глава Святейшего Престола сказал, что в своих молитвах он просит Всевышнего о мире и благосостоянии, стабильности для всех государств и народов, в том числе и для Узбекистана. Ислам Каримов преподнес Папе Римскому золотошвейный халат. Президент нашей страны также встретился с главой правительства Ватикана кардиналом Содану. Президент имел беседу с руководителями ведущих внешнеторговых организаций Италии, Института внешней торговли, организацией САЧЕ и СИМИСТ. Известно, что компания Кейс Нью Холланд группы ФИАТ ведет широкомасштабную деятельность в Узбекистане. В Риме Ислам Каримов принял руководителей этой компании. Вечером Ислам Каримов имел беседу с министром иностранных дел Итальянской республики Ламберто Дини. Речь шла о дальнейшем развитии политического и экономического сотрудничества между нашими странами. По завершении встречи были подписаны двусторонние документы. Официальный визит президента Ислама Каримова в Италию продолжается. К сегодняшнему дню на рынке Узбекистана осуществляют деятельность более 60 совместных предприятий с участием итальянских партнеров. Продукция крупнейшего среди них совместного предприятия SoftPlast Ital хорошо знакома потребителям не только в Узбекистане, но и за рубежом. Итальянские инвесторы обратили свой взор на Узбекистан в качестве первого партнера в Средней Азии и не ошиблись в выборе. Надежную репутацию SoftPlast Ital на международном рынке подтверждает получение более 20 престижных наград за качество продукции. На увеличение ее ассортимента, а сегодня на АСП производится более 4,5 тысяч наименование товаров, существенно повлияло сотрудничество с итальянскими фирмами Tabor Erminio, Gival, Floral Silk и другими. В результате этого создан ряд дочерних предприятий. В последние годы вот этот наш союз между итальянцами и суберскими партнерами дал очень огромные результаты. Объем выпуска продукции, товаров народного потребления вырос в 13 миллионов рублей в 1988 году, до 2,6 миллиардов сумм в текущем году. За эти годы мы освоили целый ряд совершенно новых производств. Это производства, которые создали основы для того, чтобы поток товаров подобного типа не был в нашей республике из-за рубежа. Мы практически закрыли наш рынок продукции совплостала. А продвижению продукции СП на внешние рынки активно способствуют созданные в России и Соединенных Штатах Америки торговые дома. За 10 месяцев этого года предприятие экспортировало продукции на 400 тысяч долларов США. Внедрение зарубежных технологий способствует повышению экономических показателей. Это ощутил на своем опыте и коллектив акционерного общества Кува-Дон. На технологических линиях, привезенных из Италии, здесь производятся макаронные изделия, хлебобулочная продукция, а также комбикорум для животноводческих ферм. В качестве примера приведут цифры за последние 10 месяцев. Товарооборот на нашем предприятии за этот период составил более 2 миллиарда сумм. Большое количество кондитерской продукции отправлено в розничную торговлю. Все это принесло предприятию прибыль в размере 159 миллионов сумм. Отметим тот факт, что процесс изготовления продукции практически полностью автоматизирован. Современные технологии позволяют производить сутки до 40 тонн высококачественной продукции, пользующейся большим спросом у потребителей. Коллектив акционерного общества Кува-Дон планирует расширять не только ассортимент продукции, но и объемы производства за счет привлечения зарубежных инвестиций. На 2001 год у коллектива есть новые проекты сотрудничества. В кабинете министров Республики Узбекистан состоялось заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 8 декабря общенародного праздника Дня Конституции Республики Узбекистан. Также на заседании был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении президентской елки в новогодний праздник. Вел заседание заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Хамидулля Каруаматов. Как отмечалось, эти праздники в нашей стране ежегодно проводятся очень торжественно. На пороге нового века, 8 декабря, будет широко отмечаться не только как праздник нашей Конституции, но и как символ свободы, гуманности, благородства и щедрости. Первый год 21 века будет встречен на планете большими торжествами. Несомненно, что и в нашей стране первый год нового века будет встречен торжественнее, чем обычно, с учетом наших национальных обычаев и традиций. На заседании особо отмечалось, что согласно древним обычаям нашего народа, на праздниках будет оказана безвозмездная помощь детям из нуждающихся многодетных семей, особенно воспитанникам домов милосердия. От имени президента им будут вручены новогодние подарки. Проект закона о всенародном обсуждении проектов закона просмотрен в Чинацком тумане Ташкентского Влояда. Этот документ, одобренный Алией Мажлисом в первом чтении, подтверждает искреннее стремление законодателей быть ближе к народу, советоваться с ним, прислушиваться к его чаяниям и мнению, уважать народную мудрость. Одно из обсуждений проекта вышеупомянутого закона состоялось в Чинацком тумане. Акмаль Саидов, представитель комитета Алией Мажлиса, подробно рассказал о сути закона проекта, демократический поход всенародному обсуждению. Перед собравшимися выступили ученые, представители общественных организаций. И надо отметить, аудитория была подготовлена к этому, проявила живой интерес. Было внесено несколько предложений и поправок законопроекта. Они уже осознали значимость законов. Они уже не посторонние наблюдатели. Закон принимается, зачем принимается. Нет, они очень заинтересованы. Это обсуждают, предлагают и ждут ответов. Я думаю, это показывает, что действительно у нас изменилось мировоззрение, изменилось сознание людей. Уходят от имени безразличия ко всем происходящим. Может быть, даже его не касается. Но вот так заинтересованно обсуждать эти проекты показывают, что это хороший знаменатель тех преобразований, которые происходят во всех сферах нашей жизни. Хотел отметить некий ряд из этих предложений. В частности, было отмечено, что в статье 11 добавить слово «свободно», именно слово «свободно» выражать свое мнение в ходе всенародного обсуждения. Кроме того, было отметено, что в 6 статье следовало бы переименовать о полномочиях средств массовой информации или указать более конкретно порядок участия и порядок участия зарубежных экспертов в ходе всенародного обсуждения. И более того, что ряд выступавших предложили, что в 12 статьях проекта конкретно перечислить тех субъектов правозаконодательной инициативы, которые тоже имеют право выносить с предложением о том, чтобы вынести тот или иной законопроект на всенародные обсуждения. Мне кажется, что эти предложения будут как-то внесены в эти наши законы. Мы очень рады, что то, что наши предлагали активисты, все это будет сделано, все будет принято. Вы все-таки считаете, что нужно советоваться с народом, узнать мнение? Да, да, со всем народом. Когда мы вырастем, мы будем жить по этим законам. И я считаю правильно, что мы обсуждаем, что люди обсуждают эти законы, поправки возят. Я думаю, что это хорошо. О том, как ведется подготовка к следующему сезону на полях Сардаринского вилаята, в следующем сюжете нашей программы. В хозяйстве, где завершилась страда, ведутся агротехнические работы, подражая будущего года. Дехкани Сардаринского вилаята включились в эти мероприятия с учетом ошибок и недостатков, допущенных в текущем году. К сожалению, почвенные условия мерзобатского тумана осложняют земледелие. В такой ситуации распределение земельных угодий между арендаторами, как показывает практика, дают высокие результаты. Да и использование сельхозтехники при наличии одного хозяина способствует более продолжительной эксплуатации механизмов. Но это, так скажем, в теории. Какова же ситуация на практике? «Нами была проведена проверка обеспечения пахотных тракторов запасными частями», говорит Тургумбай Сагатов, прокурор мерзобатского тумана. В результате выяснилось, что заведующий складом машино-тракторного парка данного тумана Бердебек Нурматов незаконно реализовал большое количество запасных частей. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело. Систематический контроль со стороны правоохранительных органов и органов власти на местах позволяет в основном в нужные сроки проводить сопланированные мероприятия. В настоящее время уже вспахано 35% земель. Метрология в сфере почты и телекоммуникаций. Научный семинар с таким названием начал свою работу сегодня в столице. Для того, чтобы обменяться опытом в этой сфере, поделиться новыми достижениями, сюда съехались специалисты из Украины, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. К тому же сам семинар заметно отличается от тех, что проводились прежде. Семинар из республиканского превратился в международный. Как выяснилось, проблемы метрологии, они единой. Поэтому здесь мы собираемся выработать единую платформу действий. Значит, эта платформа должна базироваться на взаимной помощи. Главное, научить наших метрологов правильно хорошо работать. Столь высокое внимание к такой науке, как метрология, вполне оправдано. Так как именно ее изыскание способно обеспечить единство и точность измерений новых технологий, применяемых в сфере связи. Одним из актуальных вопросов, поднятых на семинаре, стала организация более четкой работы метрологических служб, а также необходимость открытия новых лабораторий и исследовательских центров. Было также отмечено то, что эффективное использование научных достижений позволит не только повысить качество работы, но и конкурентоспособность агентства почты и телекоммуникаций в целом. Здесь же состоялась и небольшая выставка новых технологий в сфере связи. Их представили известные зарубежные фирмы и компании. Завтра семинар продолжит свою работу. Сегодня в Республиканском интернациональном культурном центре состоялась встреча представителей творческой интеллигенции и деятелей культуры и искусства, которых объединяет Международное общественное движение Ассамблея культур народов Центральной Азии. Всестороннее содействие дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между государствами Средней Азии и Казахстана, межнациональных отношений, оказание помощи в формировании единого духовного и культурного пространства в регионе, поддержка молодых талантов в сфере науки и искусства Вот лишь несколько основных направлений деятельности Ассамблеи. Самое главное, мы все старались, чтобы привлечь народу культуры как-то друг к другу, чтобы они общались. Были бы такие мероприятия, где мы обсуждали взаимные переводы, вопрос взаимных переводов. Мы обсуждали, мы проводили соревнования, то есть молодых поэтов. Мы проводили соревнования Ахинов. Мы собираемся сейчас 15 томов произведений всех писателей этих стран издать 15 томник Малой библиотеки Ассамблеи. Свидетельством широкого признания этого международного общественного движения стала проведенная в марте 1999 года презентация Ассамблеи и ее фонда в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Ассамблея делает немало для сотрудничества и объединения усилий по возрождению духовного единства народов Средней Азии и Казахстана. Продолжаем выпуск. Далее в нашей программе хроника международных новостей. Добрый вечер. События на Ближнем Востоке отодвинули на второй план, проходящий нашумевшие выборы в США. Итак, новое обострение конфликта на Ближнем Востоке. Израиль нанес беспрецедентные ракетные обстрелы по сектору Газа. По последним сообщениям погибло два палестинца, свыше 120 получили ранения. Это самая серьезная атака против арабов за последние 30 лет, со времен арабо-израильской войны 1967 года. Кстати, официальный Израиль признает и это. По свидетельству очевидцев, кроме здания палестинского руководства, обстрелу подверглись и жилые дома. В результате налетов было нарушено электроснабжение, и весь город остался без света. Лишь спустя несколько часов с помощью запасной станции удалось восстановить теле и радиовещание. Местные жители говорят, что на этот раз предупреждения израильтян о ракетном обстреле сделано не было. Кстати, кроме ударов с воздуха, массированная атака наносилась и военными кораблями. Обстрелом газа дело не ограничилось. Минувшей ночью израильская авиация нанесла удары по территории западного берега реки Иордан. Палестинское руководство назвало эти действия преступной агрессией и обратилось с просьбой к мировым державам срочно вмешаться. Вместе с тем, генеральный секретарь ООН Кофи Анан обсудил с израильскими и палестинскими представителями возможность размещения на палестинских территориях миссии наблюдателей с тем, чтобы помочь прекратить насилие. Посол Израиля в ООН господин Лан Кри заявил, что его страна по-прежнему категорически против размещения контингента наблюдателей численностью в 2000 человек, которого требуют палестинцы, но назвал переговоры с Кофи Ананом полезными. По словам палестинцев, присутствие наблюдателей необходимо для того, чтобы их защитить. Напомним, что встреча состоялась после того, как в течение дня израильтяне бомбили палестинские объекты в секторе газа. Сегодня Всемирный день приветствий, который отмечают в некоторых странах мира. Приветствие, как считают ученые, непременно снимает напряжение, возникающее между людьми. Было бы неплохо, если бы этот день отмечался в тех странах, где обстановка сейчас более чем напряженная. И о других событиях. Верховный суд Флориды в течение двух часов выслушивал аргументы двух сторон в вопросе, который должен решить судьбу выборов в США. Похоже, что услуги звездных адвокатов обеих сторон не приносят особой пользы кандидатам. На заседании, которое главный судья штата Чарльз Уэллес назвалось столичеством, суду придется решить, включать ли данные, проведенные вручную пересчеты голосов в ключевых избирательных округах штата в окончательный итог голосования Флориды. Адвокаты обоих кандидатов отвечали на перекрестные вопросы с семи судей, которые затем удалились. Сторонники демократического кандидата Алла Гора надеются, что пересчет голосов вручную в трех округах даст Гору достаточный перевес для победы во Флориде. В то время как республиканцы, пока еще не имеющие небольшой перевес, утверждают, что по законам штата срок пересчета голосов уже прошел. Американцы всегда отличались своей предприимчивостью. На этот раз власти Паундбич использовали неразбериху с выборами, чтобы обогатиться. В комитете по ручному пересчету оборудовали смотровую площадку и устроили экскурсии суда. Желающих посмотреть, как варится демократия в США, оказалось немало. Вход пока бесплатный в рекламных целях. Кстати, неразбериха с президентскими выборами отразилась и на фондовых рынках, где произошел обвал всех наиболее важных котировок, в том числе индексов Dow Jones и NASDAQ. Министр обороны стран ЕС завершает в Брюсселе обсуждение планов по созданию к 2003 году Европейского корпуса быстрого реагирования. Он будет направляться в горячие тощие континента в качестве альтернативы войск НАТО. На сегодняшнем совещании Великобритания, Франция и Германия должны подтвердить готовность предоставить состав 6-тысячного корпуса примерно по треть его состава. Он также будет включать в себя авиацию и флот. Эти планы вызвали немало возражений, в особенности со стороны Великобритании, где консервативные оппозиции называют их процессом создания единой европейской армии. Британское правительство, тем не менее, настаивает, что национальные вооруженные силы отдельных стран останутся под командованием своих правительств. В США один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате аварийной посадки пассажирского самолета. На борту лайнера, принадлежавшего американским авиалиниям и направлявшегося из Майами на Гаити, находилось 130 человек. Практически сразу же после взлета приборы зафиксировали наличие возгорания в одном из двигателей. Лайнер вынужден был вернуться в аэропорт. Один член экипажа погиб при аварийном открытии двери. Его выбросил на бетонную полосу из-за разницы давления внутри самолета и за бортом. В Турции арестованы десятки демонстрантов из прокурдской организации Народная демократическая партия, которые вышли на улицы в городе Ван в знак протеста против смертной казни накануне слушаний в Европейском суде по правам человека по делу руководителя курдских повстанцев Абдулы Аджалана. В прошлом году турецкий суд приговорил его к высшей мере наказания. По словам турецкой полиции, демонстранты не подчинились приказу разойтись. В результате около ста человек было арестовано. Адвокаты Аджалана утверждают, что он был похищен спецслужбами и суд над ним не был справедливым. Турция пообещала отложить приведение в исполнение приговора до выяснения решения Европейского суда. И о других событиях, вновь о природных катаклизмах. С сильнейшим наводнением охвачен австралийский штат Новый Южный Уэльс. В результате сильных ливней вышли из берегов реки и под водой оказалось четверть территорий штата. Больше всего от стихии пострадала северная часть. Там смыто водой несколько мостов. Уничтожены урожаи зерновых, нанесен значительный ущерб жилым и промышленным постройкам. В некоторых районах полностью затоплены дороги. Под угрозой наводнения находится также штат Квинслен, где вот уже который день не прекращаются дожди. В Италии в результате схода оползней, вызванных сильными ливнями, сотни человек эвакуированы. Десятки получили ранения, пятеро пропали без вести. Причем есть сведения, что это одна семья. Реки вышли из берегов, целые районы затоплены. Спасательные службы перешли на круглосуточный режим работы. Крупные здания просто смывают водой. От некоторых остались одни стены. И последнее. Сегодня Всемирный день телевидения. Это слово впервые было услышано человечеством в начале века. Первая телезвезда Ираклий Андроников. Первые телевизоры, как многие из вас наверняка помнят, с линзой. А вот смотреть телеэфир люди получили возможность благодаря Узбекистану. Первый в мире эксперимент по передаче телесигнала был произведен Борисом Гробовским 26 июля 28 года в Ташкенте. 5 ноября 1956 года в столице нашей страны открылся первый телецентр на территории Средней Азии. В то время передающий сигнал устройства имел мощность 5 киловатт. Телевидение уже успели окрестить 11-й музой. И пусть эта муза приходит в каждый дом и чаще с хорошими новостями. В Ташкенте проходит детско-юношеский шахматы-турнир на приз газеты Труд. На этот раз в нем принимает участие 40 коллектив из шахматных клубов Валаятов страны и Ташкента. Проведение подобного турнира служит хорошей школой для будущих шахматистов. Его победителями в свое время становились такие талантливые спортсмены, как Ибрагим Камракулов, Антон Филиппов, Елена Левушкина, Сорвенова Сергашева. А в настоящее время они достойно защищают честь нашей страны на многих мировых азиатских и международных соревнованиях. Сегодня молодые шахматисты сделали первые ходы на шахматной доске. Они уже успели испытать радость первых побед и горечь поражений. Победители придера турнира определятся после девятого тура соревнований. В очередном туре английской премьер-лиги Тоттенхем принимал на своем поле футболистов Ливерпуле. Встреча проходила в зрелищной бескомпромиссной борьбе. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Матчи между командами Ковен-3 и Ипсвич судьбу игры решил гол, забитый на последней минуте футболистом команды гостей. На сегодняшний день лидером является Манчестер Юнайтед, набравший 33 очка на 2 очка отстает от него Арсенал, занимающий вторую строчку. В матче между хоккейными клубами Детройт и Нэшвилл был зафиксирован самый крупный счет в Национальной хоккейной лиге. В первом периоде встречи российские легионеры Буцаев и Козлов забили по одной шайбе, а третью шайбу ворота Нэшвилла провел Линдстрим. Во втором периоде атакующие действия проявили хоккеисты Нэшвилла, которые смогли сравнять счет. А в третьем периоде Маккарти, Лапоэт и Линдстрим забили еще по одной шайбе, обеспечив тем самым победу команде Детройт со счетом 6-3. В очередном матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встретились между собой клубы Филадельфия и Бостон. Игра прошла в обоюдоострых атаках. Для баскетболистов Филадельфии стал удачным последний период матча, в котором они смогли намного оторваться от соперников. В итоге встреча закончилась со счетом 114-90 в пользу хозяев площадки. Очень остро проходил матч между клубами Даллас и Юта. По итогам этой встречи победу со счетом 107-98 одержали представители Далласа. Продолжение следует... СТОМА СЕРВИС СТОМА СЕРВИС Клиника 21 века. Это высшее качество, новейшие технологии, разумные цены и великолепная улыбка. СТОМА СЕРВИС Добрый вечер. Сегодня прогноз погоды представляет гидронный центр Республики Узбекистан и торговая марка «Петсадан». Завтра в Каркал-Петстане, в Харизмском Вилояте, небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла. В Бухарском и Новоинском Вилоятах переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла. В Кашкадарьинском и Сурхандарьинском Вилоятах переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 5 днем 11-16 градусов тепла. В Ферганском, Андежанском и Новоинском Вилоятах небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём 8-13 градусов тепла. В Самаркандском, Джазахском, Сардарьинском и в Ташкентском Белоятах небольшая облачность, без осадков ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днём 9-14 градусов тепла. В горных районах без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,6 градусов мороза, днём 3,8 градусов тепла. Ну и в Ташкенте небольшая облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью до 2, днём 11,13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на завтра, а мы с вами прощаясь хотим вам напомнить, что зубная паста Пепсодент это гарантия здоровых и сильных зубов утром.